Здравствуйте, товарищи нормейцы! Здравия желаю! Уже четыре дня в Губкинском на лыжной базе «Снежинка» проходят военно-полевые сборы. Ребята сдают нормативы по различным видам спорта. Палеотлон, четырехборья, стрельба, подтягивания, метание гранаты и бег. Военная полоса препятствий, строевая подготовка и разборка-сборка автомата. Пройти ускоренный курс молодого бойца должны все старшеклассники и студенты училища в обязательном порядке. По словам инструктора, настоящий солдат должен быть сильным, смелым, физически подготовленным и морально настроенным на службу в вооруженных силах Российской Федерации. Я хочу поступать в военной инструктуре. Может, как-нибудь поможет. Во время сборов ребята отрабатывают строевой шаг, учатся обращаться с автоматом и многое другое. Кстати, на учениях и несколько девушек. Они ученицы кадетского класса. Здесь очень интересно. Мы уже второй год подряд, с девятого класса, начиная сюда ездим, каждый год, неделю тут проводим, занимаемся. Проходим полосу препятствий. Военная подготовка очень хорошо. Для девочек тоже держать себя в форме. Все участники, а это около сотни ребят, были поделены на команды. По 10 человек в каждой. По словам школьников, участие в сборах дает возможность проверить свой характер и получить ряд полезных навыков для воспитания мужского характера. Будем окопы копать и в экипировке бегать с автоматом, в бронежилете. Вот это вот самое интересное. Я езжу уже второй год, приехал сюда. Мне понравилось тем, что здесь физическая подготовка, так же, как и умственное, и физическое развитие здесь происходит. Навыки стрельбы юноши отрабатывали в тире. В рамках военно-полевых сборов для ребят организовали соревнования. Команды прошли инструктаж, затем ребятам раздали патроны. По окончанию состязаний по стрельбе участники получат кубки и грамоты. Итоги военно-полевых сборов подведут в конце недели. Победители определяют по общему количеству набранных баллов по всем дисциплинам. Елена Канина, Сергей Макарычан, Новости Губкинского. Субтитры подогнал «Симон»